А мы, пожалуй, начнем. Небольшая вводная, чтобы вас погрузить в тему сегодняшней встречи. Путь к успеху практически не бывает гладок, и мы можем проследить это в биографиях великих людей. Уолл Дисней, например, был уволен из газеты, потому что ему, как было написано в его трудовой, ему не хватило воображения, и у него не было хороших идей. Кстати, аплодисменты Уолл Дисней. Джоан Роллинг получила отказ от публикации рукописи «Гарри Поттер» 12 раз. Телеведущая Опра Уинфри уволила в начале карьеры из-за низких рейтингов передачи. Ну а через 7 лет она уже запустила свое ток-шоу, а позже и собственный телеканал. Стивен Спилберг пытался дважды поступить в киношколу и дважды провалился с формулировкой «слишком бездален». Пизанская башня стала знаменитой на весь мир благодаря ошибке в проектировке. Ну и, конечно же, запомним именитую известнейшую мировую ошибку Христофора Колумба, в результате которой он открыл миру Америку. Иногда ошибки стоят целое состояние, а иногда благодаря им рождается нечто новое, гениальное. Когда журналист спросил Эдисона, каково это, ошибаться тысячу раз подряд, он ответил лишь так. Я не ошибался тысячу раз, просто лампочка была изобретением, для которого потребовалось тысяча шагов. С сегодняшней нашей встречи примут участие спикеры, которые являются выпускниками КФУ. И, на мой взгляд, своим примером доказали каждый в своем направлении о том, что путь лежит через терни к звездам. И сегодня я прошу приветствовать нашей сценической площадке четырех героев встречи проекта МОЗ. Во-первых, ваши громогласнейшие аплодисменты. Кстати, вы знаете, формат ток-шоу, он подразумевает некоторую интерактивность. Обычно в студии бывают люди с табличкой аплодисменты. Сегодня я за эту самую табличку прошу вас быть сегодня активными. Спикер в категории стартап Шигуров Руслан, основатель социального проекта DonorSearch. Ваши аплодисменты. Уважаемые спикеры, прошу вас немножечко так вот помакать рукой, чтобы наши зрители, наши гости понимали, с кем они сегодня встречаются. Категорию творчества представляет Руслан Сирозиддинов, писатель, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». «Деловой квартал Казань». Я просто Руслан не читаю, я же в социальных сетях. Ну так, продолжим. Спикеры категории «Управление». Лялия Бехчентаева, директор Казанского центра «Достижения молодых». Спикер категории «Наука». Виктор Сидоров, политолог КФУ. Суть нашей встречи будет проходить следующим образом. Сначала спикеры немного расскажут о своем становлении и профессиональном опыте. Далее каждый даст свою оценку и мнение на ключевой вопрос. Какова же цена ошибки? Поскольку это ток-шоу, мы будем с вами дискутировать. Для этого в зале у нас есть волонтеры, которые сегодня будут передавать вам микрофоны. Уважаемые ассистенты, прошу вас, поднимите руку, чтобы мы с вами познакомились. Спасибо, что вы с нами. Помимо этого, прошу вас, не забывайте, что у нас идет прямая трансляция. Поэтому улыбайтесь, будьте активны. И начнем мы нашу встречу с нашего первого участника. Спикер в категории «Стартап». Представлю еще раз. Руслан Шикуров, основатель социального проекта «Донорссорч». И прежде чем, Руслан, мы вам предоставим слово, некоторое вводное биографического характера. В 2009 году Руслан окончил химический институт имени Бутерова КФУ. В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Элемент органическая химия». Работал в Институте органической и физической химии имени Арбузова. Принимал участие в развитии общественных организаций «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», «Молодежное движение Республики Татарстан. Мы» и многие другие. В 2010 году основал волонтерский проект «Поиск доноров крови», который стал социально значимым стартапом «Донорсоч. Социальная сеть доноров крови». Проект стал лауреатом профессиональных премий «Серебряный лучник». Соучастие «The Runet» — обладателем гранта от Пава Дурова, «Start Fellows» и президентского гранта. Вошел в топ-30 самых перспективных команд стартапов «Рунета» по версии «Профи». В 2015 году запустили социальную рекламу вместе с Google России. Все верно? Руслан, если есть что добавить, прошу вас, добавляйте. Тем более, что сегодня мы в таком вот живом интерактивном формате. Ну а сейчас вам слово и в награду вам порцию аплодисментов. Спасибо, что вы сегодня с нами. Прошу вас, расскажите немного о себе, о своем становлении. Ну, в общем-то, все было сказано примерно правильно. То есть в 2009 году закончил химфак, в 2015 году засчитал диссертацию. Очень долгое, потому что надо как раз три года же. А почему так долго? Потому что занимался немножко не тем. Занимался проектом «Донорсерч». Потому что идея была очень простая, я не хотел заниматься. Когда мы закончили наложенным движением, мы, другими… Я осознанно выбрал науку, чтобы… Ну, потому что моя главная, так сказать, идея – сделать вклад в человечество. То есть моя философия в том, что вот люди живут, и они, ну, мы опираемся на том, что то, что у нас есть сейчас – это вклад предыдущих поколений. И вы можете прожить, ну, полностью наслаждаясь этим вкладом, либо же попытаться сделать что-то новое. Более того, даже если вы что-то не вкладываете осознанно, так иначе все вы делаете этот вклад. Я объясню, в каком контексте. У каждого из вас есть телефон, да, надеюсь, кто-то из вас реально его сам купил. Это ваш вклад в ту компанию, в те ценности, которые эта компания несет. То есть неважно, что вы делаете, тот продукт, который вы сдаете, он для уравнения формируется в деньги, да, и эти деньги – это ваш труд. Вы их отдаете тем людям, осознанно или нет, которые меняют наш мир к чему-то хорошему или плохому. Это очень такой вопрос спорный для каждого, это свое. И понимая, что как бы нужно выбрать либо науку, либо общественную жизнь, я выбрал науку. А через год произошел уже бум соцсетей, ВКонтакте перестал просто непонятную площадку, где непонятно зачем сидеть, потому что можно же поговорить и вживую. Там начали появляться сообщества более-менее популярные, тогда еще не было даже миллионников, в принципе. И у меня зачастую приходило ватсап, когда не было смс-ки, в контексте там срочно нужен донор, ребенок умирает, там, вы разошли всем. Ну, видимо, мозг автоматизирует. Ну, я вот люблю все автоматизировать, и я не люблю, так сказать, немножко, когда человек изобретает то, что уже изобретено, потому что в этом нет вклада. Если вы сделаете заново колесо, отлично, молодец, ну, до вас это сделали за несколько миллионов лет назад, там, бактерии и другие. Ну, идея в том, что я подумал, что вот же есть база ВКонтакте людей, которые уже, в принципе, онлайн. Есть люди, которые ищут доноров и почему-то рассылают спам, а так иначе это спам друг другу. То есть, давайте их объедним. Мысль была какая? Достучаться до Павла Дурова, чтобы он просто вел графу, помимо там ВУЗа и МФИО, просто группу кровя. Ну, вот вопрос был бы решен. Мы начали набирать там сообщество, чтобы это как, ну, в общем, не получилось для него достучаться, на самом деле, ну, по крайней мере, не сразу. Вот. Но сейчас, глядя свои колокольни, я понимаю, что было бессмысленно, потому что, ну, окей, вели бы графу группы крови, да? Вам пришлось бы так же искать доноров, потому что, как бы, ну, вот выводите там параметры Казань, первоположительно, там, 500, там, не знаю, там, 5000 человек, да? И вот каждому пришлось бы снова спамить, чтобы понять, готовы сдать кровь или нет. И поэтому со временем, ну, методом проб и ошибок, мы пришли к тому, что сделали отдельную платформу, где люди вставляют заявку, и система автоматизированно, таргетированно рассылает, вот так, да? И таргетированно рассылает уведомления наиболее подходящим донорам. Это было уже, это было, это было в 12-м году, я отстал бы говорить. Вот. Но, опять же, когда мы занимались, развивались, к нам приходили фидбэки в контексте, что мы делаем что-то немножко не так. Я объясню. Когда люди сдают кровь, когда люди сдают кровь, только когда уже появилась проблема, то мы, как бы, приучаем людей ждать, когда эта проблема произойдет, потому что, как бы, ну, вроде как, не надо сдавать кровь сейчас, а сдавать, когда будет просьба. Ну, мы так не говорили, но, в принципе, ну, люди почему-то так реагировали. И был фидбэк от службы крови, что вот мы делаем немножко неправильно. И мы, да, сообразили, что действительно, есть же, надо гопать глубже вообще, почему люди вынуждены искать доноров. Да потому что есть кратковременный дефицит. Это же не врачи выдумывают, да, КВС под названием «Найди донор», да, они просто говорят, что у нас запасы кончились. И мы сделали пиво, да, так называемых стартапов, да, переосмыслили себя, что нужно заниматься не решением проблемы, которая появилась, а исправлять ее на корню. И создавали проект уже в социальной сети доноров крови, сдачей которой ввлекать аудиторию Рунета в регулярное безвозмездное донорство. То есть сделали НКО, получили гранты для коммерческой организации, это 10 тысяч долларов ежемесячно, а при правильном использовании хорошего гранта можно получить 40 тысяч долларов. И вот мы уже, я настраиваю сам таргетинг рекламы AdWords, когда вы гуглите что-нибудь по донорству, вам сразу ссылочка, что есть на стартап, вы кликайте, можете зарегистрироваться. И мы повлекаем людей в донорство через там, ну, какие механизмы пока что мы нащупали, это геймификация, чтобы были уровни программы, это бонусная программа, да, вот киномечта, боулинг, можно было сходить. Далее, это, разумеется, поиск доноров крови, пока он есть, но до тех пор, пока это будет востребовано. То есть, по идее, проекты стали, если донор крови должен уничтожить потребность поиски доноров крови, ну, это очень важный момент, я, может, там проясню. И, ну, и вот четвертое, может быть, это приобщение к сообществу, потому что, как бы, мозг человека, он же работает по принципу, что, ну, может быть, не сознательно, но когда говорят, что доноров не хватает, да, плохо, и вот где-то вот там, там, сзади вы думаете, а что это как-то не хватает, может, все плохо, потому что донорством, и мы решили по-другому подавать, не то, что доноров мало и все плохо, а в контексте, почему ты еще не донор, ведь это так классно, да, ну, разумеется, молодежно там, СММ ведем, какие там ждуны, вжухи, все это используем, это нужно для того, чтобы, ну, просто вовлекать, чтобы было прикольно, потому что донорство, оно ведь, чем оно отличается от просто перенести бабушку там провести или котика снять, когда вы снимаете котика, вам говорят здесь сейчас спасибо, а когда вы сдаете кровь, вам, ну, вы просто, может быть, врач скажет, но не врач, трансфузиолог, персонал, что да, окей, спасибо, и все, но вы не увидите человека, который будет жить благодаря вам, хотя на самом деле, если вы сдаете кровь в Казани, то с каждой кроводачей, ну, где-то 2-3 человека, ну, спустя какой-то промежуток времени, где-то ходят вокруг вас, благодаря тому, что вы это сделали, и вот тут нужно осознавать, что, как он вам не скажет спасибо, потому что он не знает, но именно его, вашу кровь гоняет вот это сердце, я бы не гонял бы, если бы не сдали. Я немножко не о том говорю, мы же об ошибках говорим, да? Вот. Надо про ошибки говорить. Как угодно. На самом деле, мы к ошибкам еще и перейдем, потому что у меня даже есть вопрос. Я просто представился. Что? Поэтому я просто вот представился вот так. Пойдет? Ребят, пойдет? Я вас спрашиваю. Руслан, тогда сразу к виду, кстати, тезку очень приятно. Вообще, Русланы молодцы, ты знаешь? Трое. Да. Согласен, да? Ну, у нас трое здесь, я так понимаю, это более чем, ну, случайность. Я думаю, нет на самом деле. Так должно было быть. И, кстати, смотри, о том, что должно было быть, Вот интересный вопрос. Когда читаешь твою биографию, понимаешь, что ты прошел через тернии, действительно, потому что у тебя был поиск определенный, было очень много проектов, молодежных проектов, да, федеральных каких-то проектов, республиканских и так далее. Сколько всего проектов этих было? Сколько тебе было, я тогда инициировал свой первый проект? Зачем ты это делал? Да? И в каком возрасте ты сделал вот эту историю с Донорсерч? Она же сейчас, правильно, для тебя самая актуальная, верно? Да. Ну, по поводу моих проектов, вот мой один Донорсерч, еще я ищу людей, ну, потому что ты не успеваешь сам, а, к сожалению, очень большой дефицит. Я так 30 годам понял людей, которые могут делать, ну, действительно, качественно, потому что я всегда думал, что вот, я был моложе, ну, там, лет 20, даже 14, и даже 23, 25, я всегда думал, что вот я вот скоро вырасту и стану тем взрослым, которым я когда-то обращался своим вопросом, там, к маме, почему там небо голубое, или почему там нельзя было напечатать денег, чтобы всем хватило, я задавал такие вопросы и всегда был уверен, что человек, он же взрослый, он явно знает ответы, а вот к 30 годам я все больше знаю, что почти никто ничего не знает. Люди делают просто, потому что вот, они живут в абсолютном дефиците данных, и они принимают свои решения абсолютно о том, что они просто не знают, как правильно, но вот дедлайн пришел, мы прокастернировали по максимуму, и вот надо уже делать выбор, и стартапер, ну да, как приходится теперь себя так называть, а это человек, который живет в максимальном дефиците данных, потому что, когда вы выбираете работу на кого-то, вы верите, что он знает, что делает, как, например, ребята, которым я плачу, вот сейчас уже имею такую возможность, они точно верят, что я знаю, что я делаю, они смотрят, надеюсь. Вот. Нет, ну на самом деле я знаю всегда, ну вот, видение ведь, я знаю, куда мы идем, я знаю, когда я посчитаю, что да, мы пришли, но дорога не ясна, то есть можно пойти миллионами путями, и задача моя, круглодителя, а прийти с минимальными потерями, с максимальным профитом для всех, кто идет со мною, ну и в контексте моей философии, для максимального вклада в общество, да, потому что действительно важен результат, и не важно, как вы пришли, если, ну вот, моя, опять же, да, мое правило, делать все, что угодно, если это не ограничивает чужую свободу или здоровье, ну вот, это, может быть, я что-то выпускаю, но пока я так сказал, для себя сформулировал тезис. Какой был вопрос? Мы знаем, что у нас сейчас не смотрят твои беды, и скажем следую, то есть на пути твоем были определенные ошибки, верно? Да. Их было много? Больше, чем у Эдисона, больше тысячи. Я не знаю, а мы меряемся ошибками, что ли? Эволюция расставит все на свои места. А как ты сам, вот эти моменты лично переживаешь, и что тебе, какие ты используешь инструменты, чтобы идти дальше? Ведь сколько стартапов, вот я недавно смотрел статистику в России, да, все говорят о том, что мы такие динамичные, у нас много стартапов, а на самом деле по статистике большинство стартапов после инициации идеи сбора команды они дальше вымирают. То есть с ними ничего не происходит. Вот в твоем случае был стартап, была идея, вы пошли делать, да? То есть наверняка на первом шаге было огромное количество непонятных вещей. Как там уже Павлу, да, написать личное, что ли, сообщение? А что дальше? Вот как вы через это проходили, и за счет чего вы все-таки достигли результатов? Нет, ну, смотрите, опять же, да, вот, например, я сейчас объясню. Вот мы выиграли «Серебряный лучник», это вроде бы классная такая номинация для пиарщиков. Ну, я вот выиграл, даже не могу сказать, что... Ну, нет, наверное, круто очень. Идея в том, что я никогда себя не посередовал пиарщикам, и я там просто упаковал проект, как будто бы, вот, как вы сказали, был там идея, там цель. Ну, вот как вот статью пишут ученые, сначала делаем, 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 потом что-то получилось, и задним числом упаковали, как мы к этому красиво шли. Вот я то же самое сделал с проектом, и им получилась красивая история. А по факту не было никакого стартапа. Я узнал, что я стартапер, ну, лет три назад, четыре. Потом узнал, что я СММщик. Вот на днях узнал, что я пиарщик, да? Вот, вот примерно так и живем. Соответственно, идея-то была какая? Я люблю автоматизировать. Сказал Павлу Дурову, отдал на аутсорс, да? Ну, грубо говоря, вот я все вот стараюсь перевеложить на других, поэтому некоторые люди меня обвиняют, что я ничего не умею делать. Ну, может быть, такие есть, кстати. Я всегда застаю себе вопрос, а в чем компетентность в итоге я, да? Я просто, ну, мучаю других, да, или мотивирую, или заставляю, чтобы они делали то, во что я верю. Ну, вот, а в чем специализируюсь, я до сих пор не могу сказать. Ну, вот, теперь к вопросу вашему. Была идея просто, чтобы он сделал, включил, я бы обрадовался и занялся бы наукой. Все бы на этом закончилось. Ну, вот, как это пошло. И вот, читая успехи людей, самые разные, ну, важно просто, ну, вот, идти, двигаться дальше, получается или нет. Но это тоже плохой совет, потому что есть же другая пословица, да? Лошадь сдохла, слезь. И вот где найти баланс? Вам, я всегда ждал, кто мне скажет. Нет никакого ответа. Вот, и теперь я пришел к чему? Вот, я вот раньше переживал, у меня там стрессы были какие-то. И последние полгода я немножко отпустил. И есть такая философия, опять же, у меня. Тейс номер один, никто никому ничего не должен. Ни я, ни вы. То есть, ну, грубо говоря, даже если вы о чем-то говорились, и вот, ну, вы не можете это сделать. Да, вот, не надо, ну, не то, что не надо, вы можете это не сделать. Потому что это ваша жизнь, это ваши риски, которые вы несете. Да, если вы будете чаще нарушать свои обязательства, то, скорее всего, к вам в долгосрочной перспективе к вам будет хуже относиться. Но вы не обязаны никому вести себя так, как кто-то хочет делать, и все. Потому что другое правило, которое, опять же, увидел, это и правило блогов. Вот, например, я для себя за цель поставил, что я вот должен опубликовать свои мысли в виде блога в Фейсбуке, потому что я как лидер проекта должен заявлять, позиционировать. Я сам действительно читаю других людей, я думаю, вот классно они пишут, наверное, знают, что делают. А потом с ними лично общаешься и понимаешь, что они хуже знают, порой хуже, чем я даже, или меньше. И в этом контексте есть, опять же, не помню, чье это замечание, что люди, которые много знают, они понимают, как много они знают, и поэтому молчат. Люди, которые убеждены, что они знают все, их невежество не позволяет оценить свое невежество, и поэтому они просто берут и делают. И вот если в контексте стартапов, я тоже, ну я сейчас читаю в Фейсбук периодически, там, не помню, кто, он сказал, что он прошел через много стартапов, часто изнутри, и пока одни высчитывали планы, вот старались, другие, говорит, там, и слепленного, скажем так, более этично, пластилина и опилок, могли, как сказать, лететь, и просто сносили все на пути, и действительно что-то получалось. Я предлагаю вот сейчас, на данной стадии, немного подрезюмировать с тобой вышесказанное, ключевая мысль, которую я сейчас прямо услышал, ее отчетливо, я думаю, что многие тоже зафиксировали, главное, верить в то, что ты делаешь, и делать это, создавая впечатление, что ты знаешь, как правильно. Правильно тебя? Понял. Ну, это главное, но я сделал ремарку не потому, что я зануда, хотя это так. Гитлер тоже верил, что он делает правильно, и вот периодически спрашивайте, не мудак ли я, ну, не я, а вот кто-то делает. Напомню, у вас прямая трансляция сейчас, это не литературное слово, да, уже, простите, все, сорян. Ну, видишь, сразу свой пацан. Ребят, прошу вас поаплодировать, Руслан Шикуров, основатель социального проекта «Донор Сочи», спасибо тебе большое, а сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, зафиксируйте их себе, потому что, когда наши спикеры, каждый из присутствующих здесь, расскажет свою историю, мы перейдем непосредственно к формате дискуссии, и это будет самое интересное, потому что вопросы сможете задавать не только вы в адрес спикеров, но и спикеры друг к другу, и тут я надеюсь, что у нас что-то интересное да получится. Мы тем временем переходим в следующую категорию, категория творчества. Представляет Руслан Сирозидинов, ваши аплодисменты. Писатель, главный редактор журнала «Деловой квартал» Казань. В 2007 году окончил факультет журналистики, социологии и психологии КГУ, руководил дирекцией утреннего и ночного вещания телеканала ТНВ, региональной интернет-версией газеты «Коммерсант», деловым порталом «Татцентр.ру», занимался продажами издательской группы «Акцион медиа», развивал собственные проекты отраслевое СМИ и розничный бизнес. Основатель профессионального сообщества «Медиаклуб» в Казани, организатор литературного проекта «Чтение ртом», автор книг «Мечты посуточно» и «Девочки в офисных юбках». Вот последнее название меня особо порадовало. А на всех. Собственно, а есть ли книга, Руслан, или просто название? Да, окей. Мы об этом сегодня еще поговорим, о чем. Ну, а пока прошу, представь нам, немного расскажи о себе, о своей истории. И прошу вас, уважаемые спикеры, не забывайте про главную тему сегодняшней встречи. Какова же цена ошибки? Прошу вас, встречайте, Руслан Сирозидинов. Если говорить о ценах ошибки, то, наверное, цена ошибки – это новое познание. Ну, это результат, наверное, да. А ценой становится, ну, везде всегда все по-разному, все очень относительно. В последнее время я к ошибкам стал относиться как к экспериментам. и больше смотрю на пойдет, не пойдет вот в таком вот формате больше, как Руслан уже сказал, вот в таком стартаперском, да, там надо запилить пивот, посмотреть, полетит он, не полетит, а дальше уже будет видно. А если говорить, ну, вот применительно к КГУ, то я, видимо, набрался тут ума и прочих, значит, хороших вещей за счет того, что я учился не пять лет, а десять, потому что меня дважды отчисляли. Ну, это тоже цена ошибки, это, в принципе, потерянное время, и то, что я заканчивал университет с теми же людьми, которые в это время в редакции были моими подчиненными. Мне было, ну, какие-то очень забавные такие истории всегда это происходили, когда я у них просил там списать что-то, или там спрашивал, что там, значит, как зовут преподавателя условно. Но я так или иначе всю жизнь искал тоже какие-то варианты, именно, в первую очередь, выражение себя через, либо через СМИ, которыми я занимаюсь уже лет 20, наверное, либо через творчество, которым я параллельно занимаюсь тоже около, не знаю, сколько-то лет. И всегда понимал, что любая ошибка так или иначе нас куда-то двигает, к чему-то приближает. Иногда очень страшно. Было очень страшно, когда мы в 2009 году с женой в самый кризис запускали сеть розничных магазинов детской одежды. Было дико страшно, что мы не справимся, не потянем и так далее. Но, тем не менее, три или четыре года бизнес проработал, и мы из него хорошо очень вышли с продажей бизнеса, что, в принципе, для небольшой розницы очень так позитивный результат. Было очень страшно, когда я год назад вместе с партнером Артемом Тюрином запускал журнал «Деловой квартал» в Казани, потому что нам все говорили «Ребята, печатные СМИ, это все, это умерло, все, прощайте» и так далее. Но, тем не менее, мы работаем, и аудитории нравится, и люди читают, и мы отклик очень хороший получаем, потому что мы видим, что ниша осталась пустая, и в нее можно зайти, и в ней можно существовать. И, по сути, мы остались единственным деловым журналом, который выходит на бумаге в Казани, если говорить по таким бизнесовым каким-то вещам. Поэтому я всегда считаю, что цена ошибки может быть разной, можно ошибаться, но ни у кого никогда не получится делать все правильно. Это очень часто такая история происходит с людьми, которые привыкли быть отличниками, и они не всегда могут себя переформатировать под то, что иногда бывает возможность получить тройку, а иногда оценки ставятся совершенно в другой плоскости, и о них даже не стоит говорить. Что-то я тоже куда-то в философию ушел. А у нас, в принципе, встреча такая философская. Философская, да? Есть что дополнить? Наверное, нет. Нет, я могу сказать, что, наверное, самый забавный проект, который тоже был запущен как совершенно такая вольная штука, и ни к чему не обязывающий. Это были чтения ртом, которые я запустил три, по-моему, года назад. Я их не придумал сам, честно скажу. В то время по России шастали разные конкурсы, там, чтецы, там, прочитай, там, и так далее. Я решил убрать, избавиться от этой всей конкурсной основы и просто собрал каких-то хороших знакомых. Первый раз мы собрались, у нас было человек 20-25 в небольшом баре. Мы посидели, выпили, а, мы в эфире, да? Чаю попили и почитали, кто стихи, кто свои, кто чужие, кто рассказы, кто там пьесу, постановку кто-то делал. В том году мы подняли, скажем так, свой уровень, мы перешли на чтение в дом Аксенова, и у нас там на чтение приходил и прапраправнук Пушкина, и еще какие-то всякие разные интересные люди. В Решки Ракосян приезжал, тоже интересный дядька. А в этом году мы, вот первое чтение в этом году мы провели в хлеб и вино, мы собрали 102 человека, и я уже понял, что эта история начинает меня немножко, скажем так, перешагивать, то есть я понял, что проект становится больше, чем просто какая-то тусовка знакомых. И вот я сейчас нахожусь на этой развилке, думая, куда мне вести этот проект, в какую-то там монетизацию шоу, или наоборот избавиться от всех там левых людей и сделать это опять все какой-то таким квартирником. вот тоже сейчас вот на такой развилке, где даже не ошибка, а именно в первую очередь момент выбора. Наверное, так. Мне кажется, момент выбора всегда сопряжен как раз-таки с ключевой нашей темой, с ошибкой, верно? Ведь когда появляется ошибка? Когда человек принимает какой-то выбор, или бездействие, кстати, это тоже выбор, и работает со своей производой данного процесса. Но сейчас хотелось бы два вопроса. Первый, уточняющий, про чтение ртом, ведь все-таки люди научились читать давно. В чем особенность проекта? Чтение ртом особенность в том, что люди вспоминают о том, как это читать, читать вслух. Кто-то с радостью приходит и говорит, я выучил все наизусть и читает наизусть, и это на самом деле звучит очень классно, потому что мы, я не знаю, как, ну, вот в универе, в школе это еще как бы поддерживается, а взрослые люди, оказывается, соскучились по такой вещи, как возможность выйти и прочитать там стих, рассказ. Причем, знаешь, не детские сказки. Совсем не детские. Последние были очень не детские, мы даже их отнесли чуть попозже, потому что у нас приходят люди с детьми на мероприятие, мы очень взрослых таких чтецов отнесли на чуть попозже. Но сейчас бы я хотел повернуть русло нашей беседы в немного другую историю. Ты же помнишь, мы с тобой познакомились на проекте TEDxBowmanstead, да, в Казани? Там Руслан выступал в качестве спикера с очень интересной темой. С темой, ну, это была простая история про его судьбу и про переломный момент в его жизни. Я думаю, что вот этот вот момент, он очень резонирует с темой сегодняшней нашей встречи, потому что он, на мой взгляд, отождествляет вот то внутреннее состояние человека, которое находится перед выбором. Если тебе не сложно, расскажи буквально кратко, лаконично, но, естественно, оставляя самые интересные места вот об этой истории и как вот эта, та текущая ситуация повлияла на тебя настоящего. Прошу. Я в прошлый раз кратко, по-моему, 15 минут рассказывал или 5 минут. А это тоже было кратко, да? Да, это было кратко, да. Если бы сейчас делал вступление, ты просто в конце скажешь, да. Нет, я могу рассказать эту историю. Она, ну, глубоко личная, но я, ну, нашел в себе как-то силы в тот момент поделиться ей. Это было 2010-й, 11-й, наверное, год, не суть важна. Я работал на одну компанию, большая, московская, федеральная, я был руководителем местного филиала и я начал замечать, что когда я еду на работу, меня начинают, простите за физиологию, подташнивать. Вплоть до того, что мне приходилось вот парковаться на обочину, вылезать из машины, дышать свежим воздухом, садиться, ехать обратно. Я, ну, всегда очень много рефлексирую по поводу того, что я сделал, как это произошло и так далее, как можно было сделать лучше. И я все-таки решил найти какую-то методику, как вот эту историю из самого себя вытащить, потому что я не мог понять, что же со мной происходит. И я нашел методику у Джулии Кэмерон, которую сейчас очень сильно продвинули. У нее это, по-моему, называлась книга «Путь художника». У нее там есть методика утренние страницы. Буквально каждое утро ты просыпаешься и пишешь три страницы. Я очень часто и постоянно рассказываю про эту методику, поэтому, если кто-то слышал, ну, вот так есть. Ты пишешь три страницы от руки, желательно, и пишешь все, что угодно. То есть ты вываливаешь из себя все, что вот у тебя как бы есть. Причем оптимально это делать утром, когда еще мозг не включился в полную силу и тебя вот в рамке еще не затащило. Потому что, например, вечером это делать ну так сложно и уже ты какой-то вот набрался каких-то ощущений, а утром ты просто из себя вот это вот прокачиваешь. И что самое интересное, через какое-то время, буквально там через неделю я начал замечать, что я пишу не только там про работу, я пишу про творчество, я пишу про отношения с отцом, с родителями и так далее. То есть я начал вот это постепенно, постепенно, вот этот весь вот массив, который там сидел 10, там может быть 20 лет, я начал его поднимать на поверхность. Мне было очень тяжело, меня прям буквально ломало и воротило от некоторых вещей, которые я писал. Но там ключевая история в том, что ты никому не показываешь эти страницы и даже более того, ты сам можешь их потом и не смотреть вообще. То есть написал, написал, убрал или там перелистнул следующую страницу. И в ходе вот этой вот методики где-то буквально через 2 месяца я понял, что мне не хочется заниматься этой работой. Мне надоело ездить каждый день в офис и заниматься там продажами там сотен каких-то там цифровых подписок по всему Татарстану и там еще в соседнем регионам. А мне хочется вернуться обратно в журналистику и заниматься тем, с чего я вот когда-то начинал. еще какое-то время прошло, потому что во взрослой жизни вот время оно такое становится. Ты так смотришь там, о, я год назад принял это решение, а вот сейчас только к этому все пришло. Ну и примерно какое-то время прошло, и я уволился и вернулся обратно в журналистику, пошел развивать интернет-версию коммерсанта в Казани. До этого она была только в печатном виде, а мы, соответственно, запустили ее в цифре. Можешь сделать сочинение по поводу до этого момента перехода? Это было тяжело перейти, уволиться с существующего вроде теплого места? Это было очень-очень сложно, потому что к тому времени я уже три-четыре года, может быть, даже больше занимался продажами, маркетингом, то есть вот такое вот как бы. Мне было очень сложно, я боялся того, что я потеряю в деньгах, я боялся, как это скажется, на карьере и, ну, как вот выражаясь сегодняшним языком, получился такой вжух, что очень все, я как-то вошел моментально. И, ну, вот, наверное, такой вот перелом произошел, и я рад, что это было. Я прошу лишь поаплодировать, потому что с одной стороны в качестве примера всегда перед нами находятся образы людей, которые стояли перед выбором, рискнули, и у них все получилось. Заключительный вопрос тебе вот пока в рамках текущего выступления. Были ли моменты, когда ты принимал решение, а не получалось? Да? Конечно. Были. Ну, они наверняка бывают моменты. У всех были ли какие-то такие тяжелочие моменты, связанные с финансовыми потерями, с личными ситуациями, и что ты делал, чтобы из этой ситуации выйти? Ну, какой-то такой, знаешь, сейчас даже не то, чтобы из жизни, а больше как совет, если это можно, прошу. Твоя личная методика. Ну, на самом же деле, мы недавно буквально выдали колонку в деловом квартале, да, чему учиться на неудачах, да, и там математики еще во время Второй мировой войны показали, что надо анализировать не успешных летчиков, а тех, кого сбили, да, то есть искать именно в ошибках надо ковыряться. Но сам себя, конечно же, помнишь, там, какие-то хорошие моменты. Я помню, что я принял неверное абсолютно решение, и из-за этого, скажем так, ну, вот мой бизнес розничный направился совсем по другому пути. Мы запустили первый магазин, это был первый детский сток в России, Еврокиндер. Мы очень хорошо его упаковали, то есть классный маркетинг был, придумали прикольную бизнес-модель, все это очень хорошо работало. У нас была одна точка, небольшая, там, 30 квадратных метров, и мы решали, либо нам увеличиваться площадью здесь же, да, или идти стратегией захватывать районы Казани. И мы, после размышлений, я принял решение, что надо идти по Казани, и надо в каждом районе открывать магазин. В итоге, через год примерно, я понял, что магазин сжирает у меня все время, я выезжал из дома в 7 утра и приезжал в 7 вечера, садился за ноутбук и начинал там какие-то блоги писать, раскручивать дальше магазин. Если бы мы приняли стратегическое решение оставаться на одном месте и наращивать там, возможно, ситуация была в другой. Но только возможно. Потому что здесь, в данном случае, ну, ошибка, она такая, или-или. И ты никогда не можешь знать, что бы произошло, если ты сделал так, или не сделал вообще ничего. Как я понимаю, в результате вы продали бизнес, правильно? Нет, мы продали не в результате, мы запарились еще года на два, поработав в этом бизнесе, но потом мы из него вышли, потому что уже, ну, какая-то усталость накапливается. Что есть жизнь? Пожалуй, одна большая возможность. Ну, и лишь нам выбирать, какая возможность будет нами использована. Друзья, давайте Руслану, Сердину аплодируем за его историю, за его откровения. И перейдем, пожалуй, к самой красивой части нашей встречи. Я сейчас смотрю на Лялию Бичентаеву, директор Казанского центра достижения молодых. И это наш спикер в категории управления. А сейчас должны быть аплодисменты, как минимум в три раза громче, потому что это единственная девушка из четырех наших спикеров. Вот аплодисменты должны быть сейчас. Да, Немного о Ляли. В седьмом году окончила экономический факультет КГУ. В разные годы работала в сфере рекламы, образования, производства информационных технологий. Чудеса. Со школы принимала участие и впоследствии преподавала программу международной некоммерческой организации Junior Achievement. В том числе была преподавателем и консультантом школы школьных бизнес-компаний. С девятого года является исполнительный директор Казанского центра достижения молодых. С десятого года член Общественной палаты Республики Татарстан занимается вопросами образования, предпринимательской деятельности и культуры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Леля, вам слово, прошу. Нет, нужно рассказать про то, как все сложилось. А что вы хотите? Поговорите. А что? Я как настоящий человек, работающий со школьниками 45 минут, от звонка до звонка, и понеслась. На самом деле, во-первых, я себя не считаю каким-то выдающимся выпускником, как здесь признали, потому что, как нас назвали, потому что в университете было очень много крутых выпускников до и после меня. И я лично считаю, что я еще где-то там в начале, середине пути, потому что отличие женщины от мужчин в том, что этот самый декретный отпуск два раза, он на самом деле не отпуск, он на самом деле как в армию, признали, призвали, ты выпадаешь из жизни так или иначе и бежишь с утяжелением в ту же самую карьерную дистанцию, на которую бегут все мужчины. В зале одни девушки в основном, мои вам сразу удачи и все остальное. Наверное, не всем понятно, что такое школьная бизнес-компания, что такое junior achievement. На самом деле, это скорее уже дело моей жизни, нежели какой-то бизнес или просто некоммерческая организация, потому что в школьной компании я пришла еще в школе в 10-м классе нам учительница по экономике сказала, что вот есть такая программа, можно попробовать сделать бизнес, поучиться бизнесу, вот сделав какой-то бизнес. Мы с одноклассниками намутили вообще шедевральный проект, мы делали рамочки для фотографий, значит, как сейчас, помню, себестоимость была 7 рублей, продавали мы их за 10, продавали там, ходили по учителям, покупались, они сразу же, как только производились, надышалась я клеем ПВА и моментом, на всю жизнь вперед производство этих рамочек, производили мы их тоже почему-то сами, но тем не менее это был какой-то такой вот первый опыт проектного управления и вот тогда, наверное, он вообще целиком состоял из ошибок, как я сейчас уже понимаю, но тогда это тоже казалось просто вот таким вот форматом реализации, таким вот путем. Вот, впоследствии я, став уже студенткой университета, не смогла бросить это дело, потому что меня попросили продолжить программу в той школе, которую я заканчивала, я помогала ребятам, которые участвовали там, ну и там в дальнейшем судьба по-разному складывалась, на протяжении всей студенческой жизни я работала в разных местах, в разных проектах, все было очень интересно, но впоследствии все равно вернулась в достижение молодых, потому что, на самом деле, потрясающее совпадение, потому что офис достижения молодых в тот момент, когда я была участницей программы, находился на этом же этаже, где мы сейчас находимся, потому что Татьяна Сергеевна Камаледина, первая директора, она была в том числе сотрудником университета. Я стала директором. Это дело не отпускает меня до сих пор, потому что я вижу, как меняются дети в этой программе, я вижу, как отличают все дети, которые приходят в программу в сентябре месяце, такие кабачки, ничего не понимающие, сидят, хлопают глазами. И как они, реализовав свой проект, пройдя вот этот путь, он же не из теории состоит, то есть когда ты делаешь проект, как раз про то же самое, не знаешь, куда двигаться, но продолжаешь движение. В мае месяце такие уверенные ребята, которые рассказывают про то, чем они занимаются, сколько они продали, сколько они вложили, сколько они заработали, как правило, там, конечно, цифры такие, преувеличенные, там тоже много интересного происходит внутри проекта, но тем не менее, это совершенно другие люди, и они меняются как личности, они меняются в компетенциях, и они меняются взглядом каким-то. И вот из года в год эта история меня не отпускала, и вот на сегодняшний день я уже восьмой год, получается, директор этой организации. А что это за организация? Вы про бизнес? Это не коммерческая организация, суть которой мы реализуем вот эту программу школьной бизнес-компании. Школьная бизнес-компания на самом деле это программа, которая существует во всем мире. Есть такая программа Junior Achievement, она во всем мире существует, и мы в региональное отделение в Казани. Основная программа это как раз школьная бизнес-компания, когда дети в школе реализуют реально действующий бизнес-проект, учатся предпринимательству на практике. Ну то есть все-таки про бизнес, да? То есть дети учатся бизнесу? Дети учатся бизнесу, да. Но я не бизнесмен от этого совершенно, я не в одном месте. Вот как-то так. Ну и, наверное, про общественную палату стоит упомянуть, да? Про общественную... Интересно, общественная палата образования, прошу вас. Да, да, да. Многие даже говорят о том, что не знаем, что это такое. Общественная палата это объединение общественных деятелей. У нас там 60 членов, люди, которые каким-то образом влияют на мир вокруг себя. Ну это такие трансцентры. Общественная палата не имеет никаких полномочий, мы не можем мы можем, конечно, попробовать инициировать какие-то законы, но мы не можем их принять, реализовать, проконтролировать. Тем не менее, мы являемся тем самым таким же мостом, наверное, между обществом и государством. И, собственно говоря, выступаем от имени общества на различных площадках. Вот. В этой общественной жизни я, собственно говоря, с 2010 года занималась вопросами образования. За это время мы много перетрясали вопрос коррупции в образовании. Причем я ее трясла в обратную сторону. В тот момент, когда говорили, что надо бороться, я говорила, на что же мы тогда будем перекрашивать стены и элементарную туалетную бумагу. В школу покупать даже тоже кто-то должен делать такое. Нет строки в бюджете. А с дошкольным образованием много работали тоже по вопросам там. Ну, правда, с дошкольным образованием какой вопрос не поднимись, все равно спрашивают, почему мест не хватает в детских садах. Вот. То есть все вопросы к этому сводятся. Ну и вот в этом созыве я являюсь руководителем комиссии по культуре. Сейчас мы занимаемся вопросами кинематографа, доступности культуры, ну и многим такими. Вот. Что-то еще надо добавить? Я готова на вопрос отвечать. Сразу. Давайте тогда, не могу, сейчас познакомились с человеком, да? Есть представление уже? Ну, сейчас, кстати, можно поаплодировать. Я напомню, я человеку аплодисменты, у нас сегодня нет такой таблички, но тем не менее. Леля, расскажите, пожалуйста, наша сегодняшняя заявленная тема какова цена ошибки. И вот в вашем случае вы, на мой взгляд, очень находитесь в таком моменте перекрестия, где вы видите, как дети, которые не имеют никакого трудового опыта, работают над своей какой-то идеей и ее реализуют. Расскажите, как вы взаимодействовали и действуете с ними, да? По крайней мере, здесь интересно моменты, связанные с тем, как вы помогаете детям преодолевать трудности, раз, да? Ну, а во-вторых, как дети реагируют на эти трудности. По крайней мере, молодые дети и бизнес очень удивительная история. На самом деле, к вопросу об ошибках, я пока сюда шла, я все время хотела сказать, что не бывает ошибок, бывает опыт. Ну, бывает там подороже опыт, бывает подешевле. Но пока я здесь сидела, я уже вспомнила пару опытов, которые мне обошлись в такие деньги, что, наверное, тяжело признается, что не бывает ошибок. Основной философии нашей программы в том, что мы детям говорим делай, делай, там разберешься. Вот вы объединились с командой, и на самом деле дети очень многие, те самые ошибки, опыты получают, участвуют в программе, будучи школьниками, которые впоследствии имеют возможность не повторить, будучи взрослыми. Ну, классический пример это выбор партнера, да? Теоретически мы все понимаем, что партнера нужно выбирать в бизнесе очень внимательно, в любом деле, потому что тебе могут сесть на шею, а можешь ты сесть на шею, а можете просто не сойтись характерами. Но практически одному начинать сложно, а с кем-то, ну, вроде как, с первым попавшимся, с тем, кто ближе, и начинаешь. Дети школьную компанию делают шестером. Они гарантированно переругаются в течение этого года. Прямо гарантированно. Будут те, кто сел на шею, будут те, кто делал, все потащил на себе, будут какие-то недооцененные вложения и так далее. Но это будет опыт, который они приобретут в 14 лет и с которым пойдут в свой первый стартап в 18-20. Это опыт, который будет гарантирован с ними. Есть очень классный формат в школьной компании того, что никто детей ничего не заставляет делать. Если ты ничего не будешь делать, то просто ничего не произойдет. Тебя никто не будет ругать, ты ничего не потеряешь, тебе не поставят двойку, просто ничего не будет. Но ты увидишь, как другие сделали первый шаг, у них получилась компания, получились продажи, получилась победа в конкурсе, получилась поездка в Москву на конкурс, Европу на конкурс. Просто они стали делать, а ты вот, собственно, сидел, ну, ничего не поменялось, хуже не стало, ну, и лучше не стало. И многие такие вещи в этой программе проигрываются, за это я ее очень люблю и считаю, что это действительно очень крутой формат образования. И если бы помимо предпринимателей такие форматы были во всех других дисциплинах, вот не учишь математику, а строишь дом, он опа и рухнул тебе на голову, то, наверное, было бы увлекательнее и знания приживались бы в детях не в формате зазубренных теорий, а в формате именно приобретенного опыта, который впоследствии ведется с ним по жизни. То есть к успеху через свой опыт, это действительно очень ценно. И вы знаете, я впервые слышу о том, что детей учат бизнесу, а это какая-то тестовая модель? Где вы проводите подобные занятия? В каких школах? Вот меня все спрашивают, на самом деле, поскольку мы не коммерческая организация, поскольку мы не аффилированы ни с какой там государственной структуры, у нас ни разу не было распоряжения всем обязательно непременно в этом участвовать. Но есть директора школ, которым не все равно, есть учителя, которым не все равно, которые в эту программу включаются, и школьные компании у себя в школе поддерживают. Поэтому в Татарстане из полутора тысяч, ну примерно, школ работает программа в 50, есть особенно яркие, есть те, в которых она тихонечко так работает. Но в 50 школ в Татарстане есть возможность ей присоединиться, и есть возможность инициировать эту программу в любой школе, главное к нам обратиться. Но поскольку тут, видите, тут же история про то, что надо брать и делать, то нет никаких прописанных шагов. То есть мы, конечно, передадим комплект учебных материалов, но мы не можем выслать вам план уроков, сказать, что он точно приведет к следующему результату. Дети сдадут тест по предпринимателю. Нет, они будут делать проект, а каким он получится, зависит только от них самих, ну и немножко от учителя. Спасибо, это было очень интересно. Ваши аплодисменты. Напомню, что у нас сегодня интерактивная встреча, поэтому прошу вас, фиксируйте ваши вопросы в телефоне, на бумаге, как вам удобно. Далее, после следующего спикера мы непосредственно уже перейдем к беседе, и можно будет просто поговорить. Поговорить про личный опыт, поговорить про опыт спикеров, и, возможно, что-то для себя очень ценно сегодня подчеркнуть. То есть, поскольку, на мой взгляд, ценность подобных мероприятий в том, что, вы знаете, это как возможность прочитать не одну книгу сразу, а как минимум четыре, да? Потому что каждый из спикеров — это своя уникальная автобиографическая книга. Друзья, мы переходим в категорию наука. Спикер в категории наука — Виктор Сидоров, политолог КФУ. Ваши аплодисменты. В 2008 году Виктор окончил факультет международных отношений и политологии КГУ. В 2013 году стал кандидатом политических наук, специалист в области политических партий, выборов и европейской политики. Доцент, заместитель заведующего кафедры политологии КФУ, член Совета Ассоциации молодых ученых КФУ, спикер проектов TEDx, образовач, да? Курилка Гутенберга, организатор клуба научных боев КФУ, эксперт проекта «Политзавод». И это все наш четвертый спикер — Виктор Сидоров. Прошу встречать. Виктор Сидоров — это партия. Здравствуйте, друзья. Ну, поскольку я представляю раздел наука, хотя политологию часто критикуют за ее такую ненаучность, хотя на самом деле, конечно, является наукой не такой «железной», в кавычках, как, конечно, химия, но тем не менее, если у нас существует политика, то кто-то должен ее изучать. Я тоже хотел бы рассказать одну историю, которая, я думаю, будет интересна молодежи, которая нас смотрит, которая здесь сидит. В 2016 году весной мне написала письмо девушка из Москвы, зовут ее Рита Камалова, и она сказала, что Виктор Владимирович, я собираюсь защищать диссертацию в высшей школе экономики, но я думаю, здесь все присутствующие примерно представляют себе, что такое высшая школа экономики, что это лидирующий вуз в гуманитарных дисциплинах на сегодняшний день. И она сказала, что вот, пожалуйста, будьте моим оппонентом на защите диссертации. И здесь хочется вернуться вот к основам. Мы и спикеры до меня говорили о понятии ошибка, понятие попытка и понятие успех. Вот мне кажется, три таких базовых понятия. Успех для всех, он разный. Есть какие-то общечеловеческие критерии успеха? Ну, скажем, деньги. Сколько ты денег заработал? Это одна сторона. Лайки? Собака лайка? Да, ну, естественно, это может быть популярность у человека, и люди сейчас популярность транслируют деньги. Это могут быть какие-то символы, символические какие-то вещи. Вот профессиональный успех для ученого иногда, да не что иногда, всегда, он заключается в том, что тебя твое же научное сообщество признает в качестве эксперта. Ты становишь признанным экспертом. И вот получилось так, что в свои неполные 30 лет я стал оппонентом на защите диссертации, не обыгдя в вышке. И это для меня было действительно достижением таким, которое я могу себе записать, так сказать, в плюс. Но дело все в чем? Как я к этому пришел? Ну, во-первых, я закончил факультет международного отношения политологии в 2008 году, а диссертацию защитил в 2013. Вот Руслан говорил, что долго писал диссертацию, я тоже писал довольно долго, и, наверное, мог бы написать быстрее. Но писал сам, слезы, пот, желание все бросить, забить, а зачем, а может не надо, может идти куда-то в другую сферу. Все это было. Научный руководитель превратился в ждуна, он был ждун такой в кабинете, каждый раз заходишь, он вот так сидит, ручки сложил, когда ты уже текст принесешь, сколько можно, пора рожать, воды отошли, и, в общем, задаешься вопросом, а потом, когда ты приезжаешь в вышку, и сидят все великие академики, профессора, и ты выступаешь перед ними, и потом тебя даже хвалят, что ты вроде как неплохо выступил, понимаешь, что да, наверное, все это не зря, и ты помог человеку абсолютно бесплатно, то есть никаких денег я в жизни не брал, ничего, это была вот чисто профессиональная такая самореализация. Вопрос, зачем все это, и зачем молодые люди вот ходят в университет? Ну, самый банальный ответ, наверное, знание получить, а я на этом хотел сказать, потому что на самом деле это все делается для того, чтобы познать себя и свои возможности, то есть человек учится и растет в познавании себя, и, кстати, фрирайтинг, о котором говорил другой Руслан, это классный способ вот именно познания себя, познания себя, и вот ошибки, они позволяют себя познать, да, действительно, ты плачешь временем, ты плачешь валютой реальной за то, что ты совершаешь ошибки, ты делаешь неправильный выбор, но взамен ты получаешь иногда, не всегда, не всегда, смотря, как ты относишься к этим ошибкам, ты получаешь валюту, видим, познание самого себя, и ты учишься, да, на своих ошибках, ну, правда, есть хорошее выражение, то, что умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки учатся на своих, но без ошибок невозможно это сделать, но это не значит, что мы все дураки на самом деле, вот это просто пословица такая, вот, это одна история. Вторая история, которую я хотел бы рассказать, которая тоже имеет такой поучительный финал, то, что в свое время была программа развития Казанского университета, и можно было бы поехать, ну, практически в любую часть света, если только у тебя есть приглашение, получи приглашение, поешь куда угодно, я подумал, куда я хочу поехать, думаю, хочу поехать в Калифорнию, Калифорния, такое классное место, там же серфинг, все, океан, прекрасно, вот, спасательный Малибу и так далее, вот, и я написал письмо, я два часа писал письмо на английском языке политологу из университета, она называется UCLA, университет в Калифорнии, Лос-Анджелес, вот, зовут профессора женщины, Кэтлин Боун, ее зовут, ну, довольно известный специалист в своей сфере, я написал такое письмо, отправил ей, и она мне не ответила на него абсолютно, на что мой научный руководитель сказал, ну, ты представляешь, если тебе написали бы письмо из Занзибара, да, или из, не знаю, Конго, не хочу никого обидеть, там, да, ты много знаешь политологов Конго, я говорю, нет, никого не знаю, ну, вот ты для них как будто вот из Конго написали, и сказали, что я вот такой классный, хочу вот к вам приехать, можно? Я подумал, что да, действительно, это так, надо бы искать другие пути. В то свое время я учился в Центральном европейском университете Будапешта, и там училась замечательная девушка Светлана, она в это время как раз проходила не то, что стажировка, она была постдок, есть такая, скажем, институционализация исследователя в зарубежных университетах по защите диссертации в одном из университетов Сиднея. Я написал ей письмо, я говорю, Свет, есть ли возможность меня принять туда, мы все оплачиваем, от вас просто письмо-приглашение. Она сказала, все, приезжай, пожалуйста. Вот, она сделала мне приглашение, это было сложно, мне отказывали там визит, и т.д. и т.п. Ну, в конце концов, я туда съездил, вот, увидел кенгуру, все это было красиво и замечательно. Два момента, из которых я хотел бы молодежь, чтобы обратил на это внимание. Первый момент – это нетворкинг, популярное нынче слово, это то, что когда вы учитесь где-то, обязательно старайтесь заводить побольше связей, и вот вы сказали про партнеров, это вот тоже про это, потому что выбирайте окружение, смотрите на людей и ищите свою ролевую модель, вообще к чему стремиться-то надо, это очень важно, это очень важно. Вот это урок, и второе – это то, что пытаетесь, если вам не ответили на одно письмо, пишите еще, пишите третье, четвертое, пятое, десятое. Сейчас у меня есть одна замечательная студентка, она вот все подает, подает на всякий грант, а у нее ничего не получается, ей везде отказывают. А я ей говорю, слушай, ты учишься на третьем курсе, у тебя вся жизнь впереди. Я тоже на четвертом курсе подавал кучу всяких заявок, хотел уехать в Великобританию, учиться еще куда-то, да, у меня не получилось, но что из этого? Потом ты обязательно съедешь, все у тебя получится. Поэтому нужно смотреть на этот пример Эдисона, действительно, да, постоянно пытаться, но и пытаться, конечно, с умом, смотреть стратегию и пытайтесь, но человек один вряд ли что-то сможет сделать, команда, формируйте команду. Вот такая вот история. Вот такая дискотека. Виктор, вы очень много говорили про совершенно разные вещи, да, но в целом мысль-то ясна, но хотелось бы вас сейчас свернуть больше в русло нашей беседы и вот у вас спросить, да, коваться на ошибки. Мы сейчас говорим, все-таки вы представляете категорию наука, и вот перед нами сидят будущие молодые выпускники вуза, которые, нас, кстати, наверняка сейчас в том числе и смотрят, которые себе задают вопрос, а все-таки какое же будущее для меня избрать? И здесь будущее, несколько вариантов сразу можно нарисовать. Кто-то сразу думает, что закончу четыре курса и все. Кто-то говорит, нет, пойду дальше. Кто-то рассуждает, что устроиться ли сейчас на работу или больше времени делить учебе. Кто-то мерит вопрос категории, не заняться ли мне научной деятельностью. Вот наверняка перед вами такой же вопрос стоял, да? Какой это был год, кстати, когда вот ты стоял перед таким вопросом? Да, спасибо за вопрос, Руслан. Я еще не закончил. Год, во-первых, когда это происходило, а во-вторых, твое внутреннее состояние какое было, да? И чем ты руководствовался, когда принимал решения в пользу науки? Это был 2008 год, так же, как Руслан говорил, год кризиса. И очень сложно было найти работу и по специальности, и в качестве профессионального политолога, идти в политическую сферу работать. И в бизнесе это было довольно сложно. И бывают в жизни вот такие вот точки, ну, философии называют точки бифуркации, когда вот что-то сходится какой-то в один момент, и вот он выводит тебя в какой-то путь. Это был 2008 год, и так получилось, что мне предложили работать в одном из частных вузов в Казани, назывался Институт экономики правления права. Им вот нужен был именно политолог, потому что они проходили аккредитацию, и нужно было всяким с этим образованием. Я согласился, потому что на тот момент там компания, в которой я работал, в общем, из-за кризиса, она была связана со строительством, там было все достаточно плохо. И плюс к этому я поступил в аспирантуру, как и большинство молодых людей в 2008 году, чтобы не идти в армию, в первую очередь. И тогда, конечно, я себе даже и представить не мог, что такое наука, научная деятельность, то есть вот то, как оно действительно. И это сознание пришло только лишь, когда уже в 2010 году я уже съедел на стажировку за рубеж, посмотрел на лучшие образцы, так сказать, социогуманитарной науки. И тогда пришло осознание, что да, вот это вот мое, это мне нравится, я хотел бы этим заниматься. Поэтому, опять-таки, урок здесь такой, что надо искать, смотреть. Есть люди, которые знают то, что на третьем курсе, да, я буду бухгалтером, и все. И всю жизнь работают бухгалтером, становятся главным бухгалтером, это вот их путь. А есть люди, которые, по-моему, не Джулия Кэмерон, но другой какой-то автор, говорят, люди-сканеры, которые постоянно вот ищут свое. И, может быть, даже у вас не будет какой-то одного пути. Вы будете смотреть разные вещи, менять направление деятельности, да, открывать что-то новое. И в науке так можно сделать, заниматься одним, быть специалистом в одним, потом внезапно, там, я, например, занимаюсь партиями, например, но жизнь так сложилась, потому что сейчас я занимаюсь Европейским Союзом, европейским исследованием. Совсем еще другое. Международные отношения, получается. То есть и жизнь, она будет вас вот так вот вести по довольно такой дорожке, которую не назовешь прямой. Поэтому ищите, пытайтесь, пробуйте, набирайтесь опыта, набивайте шишек, и вы найдете свой путь. По-другому никак. Пробовать. Да? Но все-таки, ребята, пробовать. Аплодисменты. Кстати, про сканеров и дайверов, о которой ты говорил, это Барбара Шер. Точно. Барбара Шер. Кому интересно, запишите. Потрясающая уже такой бестселлер книга. Она раскрывает понятие про то, что она просто открывает глаза на мир и отвечает на вопрос, почему мы такие, какие мы есть. Есть люди, которым нужно познать все вокруг, а есть людям, которым нужно выбрать одну специальность, это деятельность, и в нее углубиться. Это на тему того, что, например, вам интересно одновременно три кружка, а родители вам говорят, не отходи в один. В общем, это нормально. Вы здоровы. Барбара Шер. Сканеры и дайверы. Если загуглите, вы точно найдете эту книгу. Чуть позже, если будет необходимо, я дам более точную справку. Сейчас мы переходим к самой увлекательной части, потому что здесь я предлагаю разделиться на два фронта. Ну, так сказать, чтобы, знаете, все-таки ток-шоу, сейчас, если можно, временную рекламу, пожалуйста, пустите на экране. Давайте так, попытаемся не все синхронизироваться в одну сторону, то, что ошибки-то хорошо, но попытайтесь представить себе ситуацию, что Ляля и Виктор это про то, что ошибки-то плохо, два Руслана, ошибки-то хорошо. И сейчас мы попытаемся с вами строить такую вот дискуссию, полемику на тему того, что же действительно есть ошибки и как с ними дальше жить. Ну, то есть просто необходимо каждой из половин отставить свою позицию, если это возможно. Да, попытайтесь. Просто, по крайней мере, чтобы у нас была разность мнений. Кстати, чтобы вы понимали, на федеральных телеканалах они заранее роли прописывают, но мы сегодня не можем такого сделать, поэтому мы сделаем все в прямом эфире. Естественно, мы не запрещаем говорить ваше личное мнение, но если будет такая возможность, прошу вас придерживаться заодно Виктора. Есть ли вопросы у нас в зале? Вы там так активно писали, ребята. Я надеюсь, что у вас есть вопросы к нашим спикерам. И, кстати, первая поднятая рука. Прошу вас сразу встаньте, представьтесь и откуда вы. Здравствуйте. Регина Шагабетинова, четвертый курс национальной журналистики. То есть я здесь учусь непосредственно. Можно задать вопрос конкретно? Да, конечно, кому, если не секрет? Ну, на самом деле у меня вопросы есть ко всем спикерам. Ну, начну, пожалуй, с Руслана Шикурова. Какие советы вы можете дать начинающим стартаперам, чтобы как-то ускорить процесс запуска проекта, во-первых, и потом уже, грубо говоря, не утухнуть, как иска, а остаться на плаву? Спасибо. Я бы начал с чтения книги, а я поздно начал, я прочел и на днях, читаю до сих пор, а надо было раньше читать. Книга, насколько помню, Learn Startup называется, бережливый стартап. Это можно всем читать, в принципе-то про основателей PayPal. Ну, там, в принципе, все советы есть, я могу начать и пересказывать, но там есть все, что нужно. Все прям, вот, человек на своих ошибках, на своих, как сказать, ну, интуитивных, он тыкался, мыкался, ну, и доходил. И, в принципе, изобрел то, что, в принципе, везде говорят и в эти парки. Все, что мне говорили разные люди, в принципе, было написано в этой книге. И даже то, что еще не сказали. Но есть другая проблема, потому что иногда, когда вы читаете какие-то вещи, какие бы они очевидны не были, они будут казаться вам слишком простыми и слишком банальными, чтобы поняли глубину этой вещи. И поэтому рановато. Вот мы же все читали «Капитанскую дочку», да, вот, и «Бесполезная книга» в девятом классе, в десятом. Я вот... Единственное, что мне нравилось в книге, это «Мастер Магаритовна», и то просто ради вот... Люблю я вот эти темы, истории, Ешу, всякие главы. Я к тому, что все книги были для меня в том возрасте просто бесполезны, вот, честное слово, вот, там... И поэтому почитать стоит, но ее нужно перечитывать каждый раз, когда вы куда-то упретесь, снова вы, хоп, прочитал второй раз, и так, а, да, да, говорил точно, вот. Потом снова пошли, снова уперлись, и снова прочитать. Ну, вот это, возможно, да, да, самое лучшее. Ну, опять же, стартап-стартап рознь, если у вас стартап в области людей, управления, да, если вы в B2C-сегменте, то вам точно нужно почитать психологию влияния чалдиня, потому что вам нужно понимать, что и зачем человек делает. А самое главное правило, знаете, какое... Да, точно. Всегда голосует пользователь. Что бы вы там ни придумали, всегда... Ну, я называю это эволюцией по голосу, это, может, неправильно звучит. В общем, бросайте, а там посмотрите, что получится, потому что, как бы вы... Чем дольше вы думаете и считаете... Мне вот нравится по поводу бизнес-школьники, я читаю блог Аркадия Мариницы, может, вы знаете его? Вот, это тоже про бизнес-школьников. А он пишет сейчас для молодежи, это раньше было удобно выбрать профессию там, ну, если не бухгалтера, потому что оказалось слишком немножко, может быть, принижено. Давайте выберем профессию, я не знаю, там, ученого, да, и там инженера, да, строителя. Это раньше было нормально, потому что цикл был слишком такой длинный, и можно было действительно за период одной жизни посвятить этим заниматься и быть реально классным. То сейчас правильное решение для всех. Надо не кем я буду, а с чего я начну. Вот, вот, чем больше вы сидите и не делаете, тем больше вы проиграете тем, кто ищет и набирается опыта. Потому что вы, может быть, политологом, чуть-чуть начали кодить и создали стартап, я не знаю, социальная сеть для политологов. Я не знаю, нужна она или нет, проголосуют вот пользователи. Вот, это к вопросу. И поэтому, вот, чем вы больше знаете, чем больше вы работаете, тем лучше там. Беритесь за все, что угодно, пока у вас вдруг несколько книг будет хватать времени. Кстати, очень классная мысль. Не кем я буду, а с чего я начну. Я даже поаплодировал бы за эту фразу. Не твоя, да? Нет, ну, ты читал книгу «Кради как художник», да? Ну, сейчас это было шедеврально. Спасибо. А чья, кстати, фраза? Аркадий Маринин, да? Да? По поводу… Я бы сейчас просто подкинул дров в огонь данного вектора беседы про будущее. Знаете такого товарища Рэй Курцвилл? Я просто обожаю про него говорить, как только узнал год про него. Теперь год про него и говорю. Чуть больше даже, наверное. Тебе не рассказывал? Рэй Курцвилл, технический директор компании Google, Рэй Курцвилл, он с 90-х годов занимается тем, что у него есть отдельно свой такой штат сотрудников, который занимается просчетом технологического будущего развития человечества. То есть они считают математически, когда что появится. Ну, то есть те же самые специальности будущего. У него прямо отдельно есть по этому поводу информация, какие специальности будут актуальны через 5, через 10, через 20 лет. В общем, динамика там жуткая, и поэтому сказать себе, что, например, я буду акушером через 15 лет, да, а может быть, они уже и не нужны будут. Ну, в общем, действительно, классный вопрос, фундаментальный, с чего я начну. Как это? Почкование. Инкубатор, если к телевизору, наконец-то. Клонирование. Лель, вы не переживаете. У вас уже, как я понял, двое. У меня план выполнен. Девчонки все переживают. Все-таки вопрос, как не перегореть, правильно? По-моему, Руслан как раз… Вот этот огонь, да? А Руслан же ответил на него читать. Не понял, наткнулся, снова читаешь. Перечитывать, да, заново. Перегореть? Мне кажется, общаться. Ну, общаться, да. Во-первых, да, кстати, вот. Я же говорил, да, это второе слово, которое вы запретили мне говорить. Вот не работайте с такими людьми, если вам вдруг кажется. Вот. При этом есть вполне возможно, а я почти уверен, да, сила противодействия, там, вот, если F равно минус F, то вы для этого человека будете таким же нехорошим человеком. Это не вы плохой, не он плохой. Вообще, я понял, ну, тоже, вот, все люди, подавляющее большинство, 99%, я могу заручиться, они идут из концепции добра и справедливости. Другое дело, что проблема нашего человечества, мы до сих пор не договорились, что для нас есть сущность добра, что для нас есть сущность справедливости, и каким, куда мы вообще движемся. И поэтому вот у нас есть и, там, ортодоксальные какие-то течения, которые делают свое добро, параллельно, там, технократы какие-то, которые делают свое добро. И вот постарайтесь найти людей, где вы более-менее договорились по своему пониманию добра, и вот кайфуйте с ними, живите, делайте, что хотите, потому что чем бы вы ни занимались, вы, во-первых, никому ничего не должны, я вернусь, да, к этому, и, во-вторых, ну, опять же, как сказать, общество проголосует, делаете ли вы что-то правильно или неправильно, но в любом случае, делали ли вы правильно или нет, если вы в этот момент были счастливы, то вот, значит, вы живете нормально. Если вы неправильно и несчастливы, кто-то виноват, там, Путин или тот другой, то это вы что-то неправильно делаете. Вот и все. Стартап в стиле хиппи. Браво. Любовь. Нет, ну, это действительно красиво, в этом есть глубокий смысл. Еще один вопрос, да, у вас? Есть еще вопросы? Да, прошу. Можно микрофон на первый ряд? Здравствуйте, меня зовут Эльвира Яникеева. Я тоже… Мы просим вас все-таки встать, наверное, потому что не всем будет ответить. Спасибо. Я тоже выпускница КФУ, сейчас руководитель медиакоммуникации Университета Талантов. У меня такой вопрос. Вы много рассказывали о цене своей ошибки. Подскажите, пожалуйста, был ли в вашей жизни наставник или ментар, который вам помог в какой-то момент, да, либо сыграл какую-то ключевую роль? К кому адресован вопрос? Вам всем. Мне очень интересно услышать мнение всех. А можно тогда кратко каждый по одному-двумя предложениям, если это возможно? Я начну. Очень много. Вот это на самом деле, потому что какой-то там дзен-притч же рассказывается, что кому-то и булыжник на дороге будет учителем. Поэтому я честно старался и стараюсь максимально, конечно, собирать из тех людей, которые встречаются мне по пути, там, так или иначе. Вот я даже сейчас спикеров послушал, да, и думаю, так, а вот это надо зацепить, вот это надо себе зацепить. То есть мне кажется, что без таких учителей, без понимания вот этого наставничества очень тяжело идти. Ну и когда ты принимаешь вот эту позицию, да, что ты как бы ученик и где-то есть наставники, они появляются и начинают тебя уже направлять. Потому что у меня на первом курсе, по-моему, на журфаке получилось так, что Виктор Николаевич Егоров подошел ко мне и сказал, там на телек ищут ведущих, утренние передачи, сходи, попробуй, может что-то получится. Вот то есть вот это вот, как бы такие моменты, они начинают происходить, когда ты их допускаешь. Поэтому наставничество, оно есть, и когда уже становишься, ну, более опытным, что ты начинаешь и в обратную сторону тоже транслировать. Ляля, прошу вас. На самом деле, по поводу наставников, у меня такая четкая позиция, что это очень круто, когда они есть. Но для того, чтобы у тебя был наставник, который тебя сопровождает какое-то продолжительное время, он должен быть сильно выше тебя по уровню, и при этом вы должны абсолютно совпадать ценностями и путем. А так бывает очень редко. Либо людям, которые настолько выше, не сильно до нас, либо судьба особо не сводила. Поэтому я совершенно согласен с Русланом, потому что ты все равно берешь от разных людей понемногу. И я хочу напомнить, опять же, про тезис с нетворкингом. Надо общаться как можно больше, потому что, возможно, если бы мне встретились другие люди на пути, а не только программы достижения молодых, как самые сильные впечатления в жизни, моя жизнь сложилась бы как-то иначе. Но вот сложилось вот так. Виктор, прошу вас. Ну, в науке дело, кстати, немножко полегче. То есть у тебя всегда есть научный руководитель, когда ты работаешь над диссертацией. В этом плане мне, конечно, очень сильно повезло с вами, научный руководитель, поскольку мы полностью совпадаем по ценностям, по характеру. Но, конечно, и кроме научного руководителя, над тобой еще, условно говоря, есть декан, который тоже учится очень многому. Конечно, книги могут быть наставниками. То есть мы с вами уже назвали несколько таких произведений, которые стоит прочитать. И когда ты читаешь, ты берешь туда идеи, как будто общаешься с этим человеком. Поэтому, конечно, читать надо очень много. Ну и университет талантов, конечно, Сергей Сергеевич Гиль, великолепный наставник. Когда я тоже с ним встретился, соприкоснулся, тоже это всегда очень много идей. То есть когда встречаешь какого-то человека, с ним знакомишься, подмечаешь какие-то вещи, какие-то идеи, что-то запишешь, у меня до сих пор заметки есть в телефоне от общения с руководителем вашим на научном, где я не знаю сейчас, как там, дождь. Ну, в общем, нужно быть очень внимательным к этому, действительно. И такой момент, о котором мы сегодня не говорили, везение должно быть. Вот без везения тоже никуда. Бывает то, что судьба сталкивает тебя с этими людьми, и как-то вот так все складывается, то, что у тебя появляется такой наставник. Но к удаче надо быть готовым. Вот если вы встретили этого человека, нужно быть готовым к этому. Потому что ученик должен быть готовым к учителю. Об этом тоже пара притч там есть. Знаете, на сарказм я давно читал. Наконец-таки на тысячный раз Эдисону повезло. Руслан, прошу вас. Ну, я так бы вам, все-таки вопрос был более конкретный. Не в контексте, умеете ли вы учиться на том, что происходит вокруг, а есть ли у вас человек, который вас немного ведет. Вот, и я так понял, по ответу, что ни у кого нет. У меня тоже нет. Человек, который реально вот прям, ну, может быть, кого-то родители, да, там особенно, когда есть прямо семейственность. Там, например, отец юриста воспитывает, там, сын юриста, или там, дочку юриста. По крайней мере, даже, может, не родились, а он уже начинает их там план для их строить. Ну, у меня, к сожалению, не было. Поэтому, может быть, ну, вот, не так прям классно. Разумеется, я тоже стараюсь учиться так или иначе. Но я не верю. Я использую слово «везение», когда мне повезло, но я не верю в «везение» все-таки и как и в «Господа», потому что это удобный способ объяснить все, что угодно, но это уход ответственности. Я так считаю, это не в укор вам. Это я просто... То есть, когда вы говорите о том, что вам повезло, это круто, я люблю, и когда там при знакомстве могу и про гороскоп что-нибудь замутить, да, то есть, потому что это же удобно. О, хоп, все, объяснил. Я, наверное, еще довольно популярно. Это Насим Талев, «Черный лебедь». Вот я не дошел, да. Да, «Черный лебедь». То есть, бывают такие события, а он, ну, там, математик, известный ученый, он говорит о том, что вот есть такие стахастические события, которые, ну, они вот выпадают из, там, из теории, вероятно, самостатические. Да, то есть, рандомные какие-то вещи, можно по-разному это называть, там, дзен, везение, воля, там, ну, по-разному это можно называть, но это вот просто эмпирический факт. Но я опять-таки, вот, везет тому, кто везет, и все. Вот с этим я спорить не буду. Ну, я могу добавить только маленький пунктик. Есть такая сущность под названием «Ошибка выжившего», если кто-то знает, что такое. Есть? Это вот как раз-таки, ну, вот, концепция о том, что мы здесь сидим, рассказываем, что нам повезло, да, а тех людей, которым не повезло, они здесь и не сидят. И вы сейчас про те самолеты, которые сбивали и которые не долетели, вот они их и нет, вы не узнаете, что им помешало, а мы не знаем, что помогло нам, и поэтому можем красиво упаковать это в стратегию, что нам повезло, рандомно или нет, а завтра мне не повезет, допустим, да, вот. То есть, ошибка выжившего — это когда вы общаетесь с теми людьми, которые якобы, ну, описываем гемиопатию, это типичный пример ошибки выжившего, то есть, или пример еще есть хороший. Вы, наверное, знаете, что дельфины выталкивают на берег тоночку людей, знаете? А знаете тех, кого вытолнули в другую сторону, и они утонули? Вот это называется ошибка выжившего. Они просто не могут рассказать вам об этом. Вот и все. Интересно. Я прям задумался о серии встреч. Ну, кстати, вы сейчас здесь, да? Ну, у всех же бывает, знаешь, лед и пать. Ладно, не будем, а грустно. Нет, вы уже говорили, можно, пожалуйста, следующий, прошу вас. Представьтесь и кому вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Никита, я с первого курса Института вычисленной математики и информационных технологий. Мой вопрос в первую очередь к Руслану Шукурову, но мне было бы интересно услышать мнение всех. Ошибки – это то, на чем вы учитесь. Касательно стартапа, почему именно к вам? Это в первую очередь вопрос. Стартап часто, что вы работаете с кем-то. Ваши ошибки влияют не только на вас. Что вы считаете? Учат ли ошибки касательно… Ну, то есть как ошибки будут влиять на других людей? То есть ошибки касательно вас, я понимаю, что для вас это экспириенс, для вас это какая-то… Для кого-то сим, ну, для кого-то валюта, кто-то смог из этого что-то вычислить. Но как вы относитесь… Как вы вообще… Что вы думаете о том, как ваши ошибки влияют на других людей? Можно я вот очень вопрос. Насколько широким в сегменте B2C как пользователей или командой, чтобы, ну, я B2C на кого-то? Касательно стартапа, к примеру. Вы поставили себе какую-то цель, но стартап не пошел. Соответственно, вы потратили на это время, усилия. Понятное дело, что вы сказали, неважно, что о вас думает касательно пользователь, да? Но те, кто работали с вами, что… вот как вы должны относиться… как вы лично относитесь к тому, что ваши ошибки могут повлиять не только на вас? Ну, что могут, они влияют, действительно, я более чем осознаю. Я понимаю, что вот… но как вы именно относитесь с точки зрения… ну, рискнем или с точки зрения, что если не попробуем, не узнаем? То есть, давит ли груз ответственности? Правильно понимаю? Ну, что-то таким образом. Как именно вы справляетесь с мыслью о том, что вы не только за свою судьбу ответственны в данной ситуации? Ну, вот, не то, чтобы я никогда об этом не думал. Сегодня первый раз? Нет, нет. Я к вопросу, как объяснить, ну, вы же как-то дошли до сюда, вы понимаете, вы идете, а могли быть в другом месте, а сидите здесь, а там другие люди, может быть, голодают какие-то. Я к тому, что люди, которые в команде, мы же с ними общаемся, они все в курсе, что происходит, и, соответственно, за результаты, особенно негативные, всегда несу ответственность. Я в любом случае как руководитель. Успех – это успех всегда команда, потому что, ну, так или иначе. И я просто никогда все равно понимаю вопрос, грустит ли меня груз ответственности? Уже нет, давно нет, потому что я когда-то принял, что все-таки надо успокоиться, и что бы ни случилось вообще, вот. Ну, вот так вот бывает. Ты знаешь, мне тут нравится одно сравнение. У кого-то было, у кого-то из Вашингтона, ты про кого рассказываешь? Или у Франклина было такое выражение интересное, про лидеров. Про то, что лидеры должны всегда думать про будущее, как вот, допустим, наступают войска, знамя упал, он поднял знамя и пошел. То есть, если он постоянно думает о том, что происходит сзади, то далеко он знамя не унесет. И в данном случае ключевая функция лидера – это всегда предпринимать решения, которые потенциально придут к победе. Правильно? Да. То есть, если он будет постоянно думать, а как же там обоз, который сзади. Ну, в общем, там была ключевая мысль про знамя. Мне казалось, что… Я готова ответить на вопрос, если можно. Да. Вот, на самом деле, я классическая отличница. У меня золотая медаль в школе. И в 99 случаях, вместо того, чтобы идти и делать, я 8 раз думаю, а как же там, а на что же это может повлиять. Плюс ко всему, ситуация сложная с тем, что у меня есть двое детей и муж татарин. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо следующее. Знаете себе? То есть, теоретически, я бы, наверное, могла построить иногда там во сне, да, корпорацию, спасти мир, сделать так, чтобы в школьной компании играли в Казахстане, Белоруссии, и все под моим руководством. Я такая думаю, и вот я не приготовлю 6 часов ужина, и что? Он же развернется, хлопнет дверью и уйдет. И все время думаешь. Но до тех пор, пока вы свободны от каких-то ответственности перед другими людьми, не связанными с работой. Работа – это просто работа. Главное, что нужно понимать, что все успешные люди, работу, карьеру, нужно очень важно ее разделять со своей личностью. Да, это ваше достижение, да, это совершенный проект, но это просто проект, это не вы. Если вы, у вас есть какие-то хобби, у вас есть что-то, что составляет вас как личность. Если себя идентифицировать со всем, что вы делаете, так до невроза доехать одной недели хватит. Это очень разные вещи. Ошибки, которые произошли в проекте – это ошибки, которые произошли в проекте. И все, это никак не характеризует вас как личность. Вас все равно будет любить мама, вы все равно останетесь с тем же цветом волос и с двумя ногами. И это просто работа, это ваш опыт, с которым вы пойдете дальше. И вот это очень важно разделять. Когда ты девочка, конечно, разделять это очень сложно, потому что есть ответственность перед семьей, перед детьми и так далее. Никто не представляет вообще, как я жду пенсию, когда они все женятся. Но тем не менее, а когда ты мужчина, то точно. Вот может быть рыбалка – это вы, а ваш проект – это просто ваш проект. Я собираю женские бизнес-завтраки. Мне кажется, как раз таки отделяет людей на категории – те, кто делает, и те, кто не делает, верно? Исходя из твоей логики. То есть одни постоянно соотносят себя с проектом и понимают, что если не получится проект, то и они состоятся. Поэтому они не делают этого шага, не начинают проект. А другие просто делают, потому что понимают, что это лишь проба. Очередная попытка сделать результат. Это просто проект, да. Окей, спасибо. Следующий вопрос, господа, есть ли еще? Есть ли новые вопросы? Прошу вас. Добрый день, меня зовут Салават, выпускник Института экономики и финансов. Вопрос, наверное, больше к вам, Ляля, так как вы работаете с молодежью. Как вы считаете, какое влияние несет социальная сеть на молодое поколение, в том числе на студентов, в частности Инстаграм? Потому что я часто задаюсь этим вопросом, что в Инстаграме люди выкладывают свою жизнь такой, которую бы хотели видеть другие, создают некий имидж. Но если заглянуть глубоко внутрь, люди в основном очень одинокие, очень духовно необразованные, но в Инстаграме все ок, все круто, гонятся за лайками и за подписчиками. Вот как вы в целом относитесь к Инстаграму, к соцсетям и как этот вопрос решить, чтобы молодое поколение не искажало свое мышление и не забывало в том числе о духовном развитии. А вы видели историю, как я парковалась около университета? А 3,5 тысячи подписчиков видели. Вообще не там человек спросили. На самом деле, инспектора ДПС стояли, помешали мне последние истории снять, когда я ехал, парковалась, фотографировала сама себя и хотела спросить аудитории. Я вот сейчас приду к студентам, что я им скажу, что мне 31 год, и я фотографирую себя в Инстаграме на селфи. На самом деле это тоже всего лишь игра, это всего лишь инструмент. Во-первых, Инстаграм как инструмент в последнее время очень сильно коммерциализировался. И те блогеры, которые набирают тысячи, 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 тысячи лайков, это уже давно не они как личности. Это фотосессии, это контент-план на пару месяцев, это где я буду есть в ближайшие 2 месяца, как будет думать аудитория. А ты уже давно там где-нибудь в деревне дрова колешь, а там из ресторанов фотографии выпадают, выпадают. Это давно уже не реальность, это та история. Есть, конечно, Инстаграмы, в которых люди ноют, их читают, все те три знакомых, которых они знают в этом Инстаграме. Но это просто разделение, это просто проект. Понимаете, когда девочки красятся на выпускной бал и надевают вечернее платье, это же тоже нарядиться, она же не каждый день так ходит, правильно? Но никто же не пытается поспорить с тем, что нужно хорошо смотреться, когда ты выходишь на аудиторию. И также и здесь есть, например, отдельные... Недавно вот статья, кстати, была на Village, что ли, где-то, про девушку, которая мама-одиночку, у нее очень тяжело с деньгами. Она растит одна сына, и они там едва выживают. Но в ее Инстаграме все очень позитивно. И она откровенно задает вопрос, а зачем кому-то читать мое нытье? И действительно, тут тоже такой вопрос. Опять же, соцсети сегодня — это маленькие СМИ. Ты либо пользуешься этим как инструментом, чтобы донести свои мысли, если они у тебя есть в голове, либо донести свою красоту до аудитории, если тебе есть что доносить, либо свое видение мира, если тебе есть что доносить, либо для того, чтобы... что там, перепосты, лайки бесплатно, много людей потом фолловинг и так далее, либо как бизнес. Поэтому я не считаю, что здесь нужно преувеличивать и как-то прямо делать центральной роль социальных сетей. Все уже наигрались, все адекватно воспринимают, что это. Но вопрос в том, что придет следующим за социальными сетями. Вот мне всегда было бы интересно спрогнозировать, подумать, что будет, когда волна контакта Инстаграма в Фейсбуку пройдет, вот когда все наиграются в финансовых аналитиках, перестанут прогнозировать смерть очередного банка, крутя рулетку, тоже следующий. Что будет потом? Вот это было бы интересно. Можно я добавлю? Человек, который тоже общается с молодым поколением, мне кажется, есть определенные проблемы, которые молодой человек озвучил. Они связаны с тем, что обилие соцсетей, смартфоны, наши молодежь немножечко так разучились. Знаете, что делать? Молодежь научилась концентрироваться. Это да. Вот потеря внимания – это очень большая болезнь наша, 21 век. Что с этим сделать, никто не знает. И возвращаясь к вопросу о духовных практиках, духовные практики требуют очень большой концентрации и такого, знаете, состояния потока. То есть вот человек, который этим занимается, он вот умеет слушать себя, тишину, дзен, вот это вот сознание как вода, вот эту вот метафору такую. Мне кажется, наша молодежь немножко вот этого разучилась, этому. И на себе тоже замечаешь то, что иногда, да, вот это вот. Да, клиповое мышление и так далее там подумают. Это очень большая проблема. Что с этим делать, нам еще предстоит найти ответ на это. Потому что студенты раньше, ну не знаю, там, в советское время, что они могли? Ну, газету почитать, да? А сейчас… Самолётики. Самолётики делал, да. Сейчас я читаю лекцию, да, и у меня здесь полгруппы там сидит в инстаграме. Вот. Это не потому, что я лектор плохой. Вот. А это потому, что они могут 15 минут послушать, 20 минут послушать. Даже это все безумно интересные вещи какие-то. Я вижу, что это им интересно. Да, но потом они просто не могут, они вот все, ушел туда. Вот. Отнимать это все? Ну что, ну мы не в армии. Да. Вот. Ну, может, я не знаю, в армию. Кстати, знаете, вот для дома… Думаю, от смартфона. Я прежде слежу за всевозможными гаджетами, которые появляются, как грибы после дождя. Для будущих хозяек, ну, для, может быть, уже актуально будет. Для дома есть такие устройства, которые вырубают все электрические предметы в радиусе, там, 20-30 метров. Ну, то есть очень круто работают. И там есть такое промо-видео у них. Мама традиционно с утра зовет всех на завтрак. Там дети играют в приставку, отец и за компьютером работает. Собака тоже там что-то с Wi-Fi связано было. Ну, в общем, никого. Она берет там под столом, вырубает тумблер, телевизор гаснет, ноутбук гаснет, все, ничего не работает. Все собираются мило проводить время. В общем, да, возвращаясь к семье, разнообразие возможностей порождает и выбор. То есть о чем заняться? Лектор послушать или посидеть в инстаграме? Не знаю. Может быть, в перспективе подобные устройства ведут и в вузах. Кто знает. Я же за свободу, конечно. Есть ли у вас еще вопросы к спикерам? Прошу вас. Всем вечер добрый. В первую очередь, хотелось бы выразить благодарство всем спикерам за то, что они выделили время и делятся своей историей, впечатлениями. Это, на самом деле, много стоит. Вопрос следующий. После того, как все послушали ваши личные истории, мне кажется, многим будет интересно, но, по крайней мере, мне точно, ваш типичный распорядок дня и, возможно, моменты переформирования именно этого распорядка благодаря ошибкам и, возможно, распорядок недели или же месяца. Ну и в то же время хотелось бы услышать моменты вплоть до как раз таки моментов в течение книг, моментов творческих полетов или же мыслительных действий. Спасибо. Вот такой вопрос всем спикерам. У меня просьба какая будет. Давайте мы адресуем этот вопрос двум спикерам. Кому? Есть желающие ответить? Прошу вас, Руслан. Если говорить про распорядок дня, то он достаточно жесткий сам по себе. То есть он насыщенный, но при этом гибкий. То есть он может двигаться. Мне, к счастью, это позволяет и работа, и какая-то деятельность. То есть я не в том режиме, что от звонка до звонка. Я не буду там рассказывать. Единственное, что я какое-то время назад для себя наткнулся на какой-то такой лайфхак. Может быть, он такой общеизвестный. Но если ты хочешь поменять род деятельности, то поменяй место, где ты занимаешься, чем ты занимаешься. То есть я могу из редакции сесть, уехать в штаб, уйти в циферблат или поехать в кофебин и заниматься немножко другим проектом. То есть вот чисто географическая такая перемена. Приехать домой, пообщаться там с женой, с детьми, всех уложить и сесть еще немножко поработать, например, или там почитать уже. Если по поводу того, где находить вот это время для чтения, для творчества и так далее, там надо цеплять вот прям по крупинке. Потому что здесь минута, здесь 10 минут, здесь в лучшем случае полчаса и в итоге набирается достаточно какой-то такой большой объем сутки. – Здравствуйте. – Извините, вы задавались. Вы сказали как раз-таки по истории о том, что по методике работали и писали? – Мне кажется, все… – Нет, нужен микрофон, потому что нас записано, значит, не услышат. – Все, хорошо. Повторюсь тогда. Вопрос дополнительный, касаемый именно конкретного времени. Вы говорили, что по методике писали с утра, когда мозг освобожден от каких-то больших нагрузок. Как раз-таки творчество именно в вашем случае, когда легче пишется, когда лучше пишется или когда лучше думается в вашем плане? – Легче всего, если пишется, то это примерно с 9 до 11, то есть когда мозг в таком уже достаточно бодром состоянии. Легче всего придумывается последние 5-10 минут перед сном, то есть когда уже, в принципе, погружаешься. У меня для этого рядом всегда лежит iPad, и я периодически там его уже в такой полудреме, там чик-чик-чик быстренько, утром я смотрю эти заметки. Ну вот примерно такая постоянная какая-то включенность, я так думаю. – И прошу еще второго Руслана также ответить на данный вопрос. – Ты не лучший образец, да? Леля, прошу вас. – Расскажите молодым будущим родителям однозначно, как происходит утро в молодой семье? – Утром дети громят дом. – Класс! – Со скольки-то начинается? – Ради, за что они разгромили дом. Они встают часов в 6. Кстати, у меня есть такая подруга и партнер по одному из проектов, она все время говорит о том, что успешные люди встают в 5 утра, и это правда, с рассветом, время для творчества, трали-вали. Но оказывается, в чем логика, ты встаешь в 5 утра, а все еще спят. Ты проснулся и занимаешься такими предделами, эпиграфом дня, теми делами, которые ты действительно любишь. В моем доме это невозможно, дети встают кто в 4, кто в 5, кто в 6, они громят хату, с утра можно только убираться за ней. Потом мы вытряхиваемся по школам, детским садам, в 9 я где-нибудь приземляюсь позавтракать наконец. Крашусь я в машине, у меня хорошая машина, там 2 зеркала, и свет хороший, отличная машина. Потом я метусь на какую-нибудь встречу, работу или дом работы. В дом работы я разгребаю то, во что они превратили в квартиру. В 6 часов надо вообще кровь из носу, хоть убейся, всем закрывается детский сад, мы с вами сейчас договорим, я поеду забирать младшего. Старшего уже привезет автоняни. До семена от приготовить ужин, если ужин не будет, то его надо предусмотреть, что продуктов нет, тоже днем заехать. Но как спасать мир при таком графике жизни? Это же практически невозможно. И откуда же ты берешь время? Как ты спасаешь мир? Где вот эти промежутки? Ночью я сплю, кстати, тоже не питайся иллюзией. Ночью я тоже не спасаю мир. Я не знаю, мне кажется, я плохой спаситель мира, но если вдруг мне что-то хорошо удается, я это обязательно фотографирую в инстаграм. Если что-то не удается, то тоже фотографирую в инстаграм, пишу людям. А последний мой проект и вовсе, я собрала таких же ненормальных, как я сама. У нас есть бизнес-завтраки для мам в декретном, которые совсем не понимают уже, как жить в таком графике жизни. Но непременно хотят спасать мир, намутить бизнесов, открывать стартапы, в крайнем случае делать какие-то социальные проекты. И мы иногда раз в две недели завтракаем все вместе, убеждаемся, что на свете не одна такая со странным графиком жизни. Что непременно это когда-нибудь закончится. И успешно расходимся в домам довольные, что хотя бы не у одной такие проблемы. Психотерапия. Психотерапия. Психотерапия, да. Я предлагаю за договорами поаплодировать, потому что, знаете… Спасибо. Странный рассказ об этом. Спасители мира в режиме цейтнот. Кстати, я бы попросил организаторов нашей встречи сегодня в той же группе ВКонтакте, где проходила регистрация, выложить ссылки на инстаграм-аккаунты наших спикеров, потому что это было бы, на мой взгляд, ценным следить… Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, видите, ну не минуты. Ну и, чтобы подытожить нашу встречу, есть такое небольшое предложение. Сейчас вам необходимо переместиться, естественно, образно… Нет, не надо его бежать, в садик еще рано. Переместиться образно, да, своим мышлением с этих кресел в ряды зрителей. Представьте себя на этом месте лет так и так… Сколько назад? Сейчас… У всех по-разному. У всех по-разному, да? Если так усреднил… Я десять. Ну, примерно. Давайте десять плюс, да? Мотнем туда. Вы, ребят, молодые, то есть студенты, соответственно, возраст ваш самый такой разгар, курс от первого до четвертого. Как вам удобно? То есть вот это состояние просто прочувствуете. И, если можете, каждый себе послание тому молодому человеку, который… или молодой девушке, которая сейчас сидит и слушает уважаемых спикеров. Вот что бы вы себе тогда молодому сказали? Я можно… Прошу вас. У меня была история… Мы сидели на третьем или четвертом курсе в аудитории 1313. Она была зонфаковская в то время. И я помню, была перемена. Забежал какой-то дядька и сказал. Ребята, я совладелец газеты. Это 99-й или 2000-й год. Я совладелец газеты. Мне нужен партнер. Кто-нибудь хочет заниматься со мной выпуском газеты? Мы все такие… Газета? Что? О чем вы? Я там… Я на телеке работаю. Кто-то там еще где-то. Все такие… Газета. Зачем? И так далее. Вот я себе тому… Вот… Хочу… Хотел бы сказать. Чувак, не отказывайся от возможностей, которые тебе предлагают. Вот. Дают – бери. Лови – там дальше разберешься. Вот. По-моему, ценная идея. Можете себе ее зафиксировать. Прошу вас, Руслан. Что? Скупать доллары по 30. Что? Что про… Ха-ха-ха. Не, ну бизнесмен во всем, да. Да. Ну, самое правильное все-таки… Я все-таки согласен про нетворкинг, потому что… И то же правило, которое я постфактум узнаю. Не работайте там, где вы просто работаете. Если вы работаете и уходите потом домой, и этих людей вы видите только на следующий день на работе, то вы занимаетесь чем-то не тем. Это тоже, по-моему, в Leon Startup расписано. Сдавайте круг людей, с кем вы, ну вы сонаправлены. Потому что вот моя тоже философия. Смотрите, наша биологическая миссия, да, на зло жизни – это ставить свои копии. И вот вы прекрасно справляетесь. Я пока… Я пока нет. И добавляю вроде бы, да, шутки. Вот. А в контексте… Мы же как человек разумный немножко перешли. Вы же обошли эту эволюцию. И просто сесть на отбор в плане генетического разнообразия. И вот тут у нас есть другая миссия – оставить как можно больше копий своих идей. И для этого нужно находить людей, которые направленно с вами смотрят. Потому что каждый из нас, своего ребенка, будет вкладывать свою идею, в которую он верит. И в окружении тоже это можно делать. Вот. И поэтому строите социальные сети не только виртуально, но и вот… Даже можно виртуально. Просто вот с людьми, которые будут расти, которые будут вырастать там… Я уверен, там вождишки вырастают. Будущих там топ-менеджеров. Вы, наверное, ну что ж, вы видали, как какой-нибудь студентик «Школота» вырос теперь. Не знаю, кем бог знает. Ты же был. И вот каждый раз, когда вы видите человека, помните, что, во-первых, не бывает врагов. Если у вас есть враги, значит, вы что-то делаете не так. Все люди добрые, все хорошие. И, ну вот, держитесь за теми людьми, которые смотрятся направлены вами. А уж чья идея победит, ну вот, разберемся. Вы заметили, как сейчас Руслан к себе на «в» обратился, да? Да. Это было послание себе, да. Но я могу сейчас ключевой тезис – знакомься, да, общайся, заводи связи. Аплодисмент, спасибо, принято. Прошу вас, Лелия, послание себе в прошлое. Даже нашла демотиваторная тема, очень популярная среди мам декретосов. Иногда мне хочется вернуться в прошлое и встретить себя до беременности, такую уставшую, занятую, хорошенько врезать ей. Вот, в общем-то, на самом деле это правда. Все, что мне кажется, казалось тогда, 10 лет назад проблемами, это проблемами не было. Более того, мы заканчивали университет. Я училась на экономическом факультете. Это натуральный институт благородных девиц. Вы можете представлять себе специальность экономической теории. Что такое? Что за профессия экономической теории? Вот такая профессия. Мы выпускались, у нас было 4 младенца и 2 беременных живота в группе, в том числе мой. Я была уверена, что это последний пояс трогается с моего пути и вариантов уже дальше точно не будет. На самом деле это не так. Жизнь только начиналась, предстояло еще повзрослеть. И я уверена, что каждому из вас тоже еще предстоит повзрослеть. Какими дитями это с вами произойдет, одному богу пока известно. Но не бойтесь, общайтесь, принимайте людей. Будьте более открытыми, потому что это еще только начало в любом случае. Аплодисменты. 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 И, Виктор, послание себе, молодому. Сложный на самом деле вопрос. Потому что, наверное, какие-то вещи оставил бы, как они есть, татус-клон. Я бы, наверное, сказал, больше путешествуй, учи языки и изучай мат методы. Ну, не знаю, вот тройку такую бы сказал бы себе. А дальше? За всем все. Друзья, прошу ваши овации. Позвольте еще раз представить наших спикеров по порядку. Руслан Серезидинов сегодня с нами на проекте «Мост». Ваш аплодисмент. Спасибо, что были с нами. Во-вторых, Руслан Шикуров, ваши овации. Ляля Бехщентаева. И, наконец, Виктор Сидоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова